Только вчера на планерном совещании Юрий Поляков выразил свое отношение к засилью незаконной рекламы в городе. Сегодня продолжение разговора, но уже на приеме у исполняющего обязанности главы курорта. Дочки почетного гражданина Анапы Гигамма Паладянца рассказали о вывеске на аптеке, которая днем бросает тень на соседние окна, а вечером досаждает навязчивыми неоновыми огнями. В борьбе с самоуправством коммерсантов, по мнению Анапчанок, мешает формальное отношение к вопросу. Реклама или вывеска? Комиссия, побывавшая по адресу, четкий ответ не дала. Кто у нас такие специалисты, что определили, что это вывеска? Вывеска, сколько процентов фасада должна занимать, скажите мне. Ну что, ну как работать? Ну как работать? Ну мы должны для людей делать. Я же не возражаюсь, должна быть какая-то вывеска, ну пусть она вот такая на двери висит. Ну почему она на полдома повесить? Я вот просто не понимаю. Вопрос решится и не в пользу нарушителей, заявил Юрий Поляков и дал соответствующие поручения. А вот другому обращению такого однозначного решения нет. На приеме жители Садово-Огороднического товарищества «Строитель». Мы пришли вам за помощью, чтобы вы нам помогли перейти в наши районы электросети, наши электролинии сдать в наши районы электросети. Они у нас уже давнейшие, с самого начала, с 1986 года. Ситуацию прокомментировал начальник Анапских районных электросетей. На сегодняшний день на их электроустановке нет ни технической документации, ни правоустанавливающей документации. Ну на дачах раньше так было, столбы поставили. Электроустановки находятся в неудовлетворительном состоянии. То есть им дали отрицательный ответ. Как выяснилось в ходе разговора, документы на сети у представителя Садово-Огороднического товарищества «Строитель» и людям их не дают. По словам заявителей, он игнорирует их требования. Он наподписывал бумаг, скрыл там бумаги от вас. Теперь вы все оказались заложниками ситуации. А мы не можем ничего сделать, потому что он принял такое решение. Без вмешательства правоохранительных органов не обойтись. Что касается восстановления бумаг, то юридическая служба должна расписать алгоритм действий.